я тебя приветствую мой дорогой зритель да сейчас у нас рубрика ответ зрителю и как ты видишь погода вот она какая да вот он я здорово вот и в чем суть вопроса здесь заключалась несколько человек мне уже подряд написали миша покажи мне пожалуйста устройство вакуумной системы в этом автомобиле ну то бишь то что там идет от мотора куда она разветвляется дескать я читал схемы на драйве везде но честно говоря для меня это ни о чем все равно когда я пришел к реальному автомобилю в реальной жизни я понял что блин я не понимаю эту схему применить покажи наглядно как все это подключено устроено я уже снимал подобное видео но там я раскрывал не все теперь я постараюсь более или менее раскрыть всю вот эту вакуумную систему которая подходит к двигателю ну и давайте сразу не будем тормозить и пойдем посмотрим приходится на такую пучину пускаться виде погода какая были так открыли мы пойдем покажу что у нас тут и как вопрос я понимаю очень важный потому что действительно по схемам бывает что сложно вот так вот определиться вот у нас наш моторный отсек еще раз на него посмотрим опять же вижу такая погода вокруг просто он лучше прям ну ничего ради вас можно и пойти так ну и давай с тобой посмотрим устройство вакуумной системы как она устроена в данном автомобиле на самом деле здесь система не представляет собой в принципе ничего сложного но как я уже понял что люди не могут применить вот это все со схемы которые они видят в интернете в реальный автомобиль они смотрят но все равно не очень понимают в принципе я их понимаю потому что действительно схемы считать вот так вот сложно лучше посмотреть наглядно как это сделано на реальной машине и давай посмотрим устройство первых запомнишь что от дроссельного узла куда дроссельный узел у нас от него исходят три трубки вакуумные смотри вот это вот первая трубка вот этот снизу там видишь вот это вот белая идет она вот в нижнюю часть подключается вот сюда это вот вторая трубка и вот это вот третья верхняя черная такая более вот давай еще посмотрим первая вот это потом вторая и чуть выше третье вот что же эти трубки делают первая трубка вот у нас которая вот здесь находится она у нас подключена к клапану обратки но это еще называется рдт регулятор давления топлива вот этот клапан вот он работает от вакуума далее вторая вот эта трубка идет видишь светленькая вот это которая подключается к низу вот ну более она нижняя чем вот черная куда она бежит давай проследим вот она бежит 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 и подсоединяется на самом деле она вот сюда в клапан егр и вот эта третья трубка видишь она выше находится она такая черная вот и дротиный узел она у нас подсоединяется куда а подсоединяется она у нас к клапану адсорбера вот она стараюсь тебе показать вот клапан адсорбера я его показываю вот она подсоединяется в его нижнюю так сказать часть вот там вот шевелю вот я надеюсь ты видишь я шевелю эту трубку которая у нас идет от дросселя подсоединяется к клапану адсорбера в принципе здесь мы разобрались здесь ничего сложного нет перепутать что-то в принципе Даже если перепутаешь, ничего страшного не произойдет По сути, здесь один и тот же вакуум создается Вот эта просто трубка, видишь, клапан-адсорбер, она такая толстая идет достаточно А эти потоньше Вот эта, что EGR, что клапан-обратки, они потоньше И они такие беленькие, одинакового по сути цвета Но у кого-то могут быть, кстати говоря, не черные Главное, запомни их локацию, точно Видишь, вот эта вторая трубка бежит Ты спросишь, куда она бежит А она бежит туда, вот под правое крыло Там, где у нас бачок вот этого адсорбера находится Вот она к нему подсоединяется, по сути Так что тут не надо пугаться, что вот эта вакуумная Нет, она просто, вот эта первая заходит в клапан адсорбера А вторая от этого клапана адсорбера исходит И бежит она уже в бачок сам адсорбера Вот, запомнила, надеюсь Теперь, что еще хочу сказать Самое главное, что может ввести в заблуждение и запутать Это вот эта вот вакуумная магистраль у нас идет От впускного ресивера Основная, я ее называю Основная вакуумная магистраль Она у нас бежит от ресивера и подсоединяется К усилителю тормозов Вот она заканчивается, видишь, да? И что здесь вообще происходит? Давай посмотрим Вот эти вот откуда-то, видишь, ответвления начинают идти Значит, первое ответвление, которое у меня заглушено Как ты видишь, я так красиво аккуратно заглушил, да? Она бежит отсюда и подсоединяется к продувке катализатора Вот и к этому клапану Вот, теперь второй вакуум Второй вакуум, вот этот, видишь, второе ответвление Вот начинает бежать Она бежит, 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 бежит И вот она куда идет Вот, верхняя часть Бежит она у нас куда-то сюда Давай откроем точно, посмотрим Локацию компонентов Не обращай внимания на фильтр Это я тут просто съемками занимался, да? И кое-чего еще не подсоединил Давай мы даже эту штуку, может быть, даже снимем сейчас Чтобы для удобства нам Уберем ее Видишь, вот этот короб такой есть Это у нас вакуумный ресивер краника печки Да, это вакуумный ресивер В него, видишь, заходят две трубки Вот он сверху И сложно их будет показать Я постараюсь вторым дублем еще тебе Крупным планом дополнить Все это дело, чтобы ты понял Значит, смотри От вакуумной магистрали Которую я тебе только что показывал, да? Вот бежит трубка И вот она, смотри, продолжает бежать Я тебе прям провожу отслеживание ее Вот она бежит, 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 бежит И подсоединяется она вот в исходящий патрубок от этого вакуума Который вот здесь находится Вот, грубо говоря, вот он Потом исходит из него вторая трубка Вот, она уже находится вот здесь И куда она бежит? Давай посмотрим Бежит, 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 бежит Видишь, куда-то вниз уходит И куда же там это идет? А идет она у нас в салон автомобиля Под вот эти вот шланги, которые у нас идут на радиатор печки Которые от краника отходят и идут в салон Вот она там где-то под ними убегает Я, честно говоря, даже вот специально к славке ездил Чтобы подснять для тебя устройство в салоне под торпедой Как эта вакуумная система выглядит Так что я там дополнил все это дело То есть запомни, что вот от вакуумного ресивера Патрубок бежит в салон И увидишь сейчас дальше, как он продолжается Мы прибыли к славке, к нашему И здесь я хочу как раз таки показать на его основе его разобранной машины Вот она у нас стоит, торпеда Видите, снято полностью Вот рулевое колесо И вот нет торпеды И вот трубка, которая заходила в салон Вот где она бежит Такая, видите? У нас их получается две, да, Слав? Да Черно-желтая, это входящая Это куда вакуум, где он создается? А вот это получается исходящая То есть Да, она на кран печки идет На кран печки, да Она как бы идет на тот исполнительный механизм, скажем так Вот сюда приходит из салона трубка Угу И вот как раз таки она и открывает его по команде Там, когда ты включаешь печку Получается она открывает его, да, вот это? Да Она покажешь сразу синюю Это идет на заслонку Рециркуляции Вот, видите, вот здесь заслонка рециркуляции Вот она расположена Мы ее видели снаружи, помните, да? Где я открывал жабо там и показывал Вот, ребят, смотрите На заслонке рециркуляции Видите, там вверху такой типа как ресивер есть И вот эта трубка синяя Подсоединяется в него Ну, как бы вот так сейчас условно подсоединим Вот, грубо говоря, вот так она стояла Значит, получается, эта синяя трубка идет у нас уже от клапанов То есть не из-под капота А там, сейчас я покажу, с какой они стороны находятся Запомнили, да? То есть вот эта вот, значит, трубка у нас Это у нас нагнетающая вакуум Вот эта вот черно-желтая такая Вот эта непосредственно идет на кран печки А вот эта у нас идет на, соответственно, синяя такая На заслонку рециркуляции Цвета могут отличаться, да, в других омегах? Ну, другие трубы Одинаковые, это стандарт, да, такой? Ну, то, что я видел, четыре разобранных машины Везде одинаковые А, ну, везде одинаковые было Значит, эти трубки у всех... Сейчас можно будет только, если это печка, скорее всего, может быть Потому что там больше трубок на разных Смотрим эти вот именно так Пойдем посмотрим на клапана Купечки Вот, я говорил, куда... Ой, эти шланчики приходят Просто сейчас на машине хочу показать их Как вот именно в машине это выглядит Со снабжной торпедой Вот, смотрите, ребята Значит, дальше Помните вакуумные трубки? Сейчас я постараюсь вам здесь так подобраться к камерой Вот, во-первых, показываю локацию Сразу, чтобы вы понимали У нас, соответственно, здесь рулевое колесо Вот, у нас здесь снятая торпеда И эти клапана находятся прям рядом с водителем То есть, где вот руль, видите, да? Вот, рядом буквально находится И здесь, соответственно, приходят эти трубки Значит, так Я сейчас пытаюсь тут вспомнить Тут какая-то идет черно-синяя Черно-синяя, это у нас чего? Это соединяет два клапана Это входящий вакуум Да, ребят, там еще трубка раздваивается На два вот этих вакуума Вот на вот эти вот два привода получается Вот эти разъемы в них заходят То есть, получается, по сути Эти электрические разъемы То есть, это дают команду Открывают вакуум, да? В определенные места он подается там И что-то происходит Электроклапан, грубо говоря Да, это электроклапаны Вот, эти два электроклапана, если правильно говорить Значит, соответственно Там вот эти два клапана И какой-то что отвечает, я уже не помню Верхний это у нас на печку Нижний на рециркуляцию А, вы запомнили Верхний это клапан печки Нижний это заслонка рециркуляции Вот эти два клапана отвечают за их работу То есть, подают команду электрическую Потом приводится, так сказать, в движение вакуум уже Вот И потом покажем на снятой печечке Вот это все, как на самом деле Теперь, ребята, еще более подробно То, что вы просили Вот, смотрите Значит, теперь я показываю здесь все это виднее Надеюсь, ничего не перепутаю Вот наша печка, помните, да? Если вот так вот вспоминать, как она была, располагалась Вот это вот Ну, грубо говоря, у нас вот здесь Ну, видите, оно так не стоит Вот здесь у нас находилось рулевое колесо И, соответственно, здесь опять же Вот эти, помните, клапана только что показывал Значит, вот трубки, как выглядят под ними Которые мы не могли увидеть Вот этот раздвоенный вакуум Помните, черно-желтый? Черная-желтая трубка Это та, которая нагнетает вакуум непосредственно От двигателя, который идет Вот, и вот теперь вот эти вот у нас, соответственно Вот этот клапан у нас приводит к краник печки, да? Да А вот этот, соответственно, заслон к рециркуляции Вот они здесь находятся Опять же, это электроклапана, которая регулирует, куда вакуум подавать Или отсоединять его оттуда Ну вот Соответственно, вот это у нас Ну, бежит на краник печки Вот это вот Вот от этого Видите, запоминайте Вот Потому что меня очень часто спрашивают Где там привода вот эти находятся конкретно Ну и мы постарались сегодня именно вам показать В таком режиме, да Чтобы дополнить видео Про, соответственно, подкапотное пространство Потому что это все связано между собой Ну, ребята, разобрались, я надеюсь, да? То есть вот эти две трубки, по сути, и есть то, что идет под капот Вот они Опять же, запоминайте Грубо говоря, если мы сидим за рулем У нас это примерно выглядит вот так Естественно, трубки на машине мы увидеть уже не сможем Они прячутся за печкой, когда она установлена Ну, запомните Вот это у нас вакуум, который нагнетает С двигателя черно-желтый Опять же, вы его помните, я надеюсь И вот это идет у нас, соответственно, на краник печки Он ее открывает, закрывает там по команде Опять же, и приводится эта вся команда За счет электроклапана Вот это у нас все будет ошибиться Крайник печки верхняя Нижняя, это, соответственно, заслонка рециркуляции Вот они Все, вроде бы как С вакуумами должно быть все более или менее понятно И, кстати говоря, вот эта же трубка Которая у нас бежит в салон От вакуумного ресивера краника печки То бишь вот этой штуки, да? Этого ящика, так скажем Вот, она бежит в салон Далее там, как ты уже видел наверняка Под торпедой Она там раздваивается И приходит на два клапана Первый клапан у нас электрический отвечает За открытие-закрытие краника печки Второй клапан отвечает за открытие-закрытие вакуумной заслонки рециркуляции Которая у нас находится вот здесь Ну, грубо говоря, под фильтром Сейчас я немножко вытащу Вот, и вся, это вся вакуумная система То есть электромагнитные клапана Когда ты нажимаешь на кнопку, они приводятся в действие И с этого ресивера вакуум отстреливает Краника печки, например Краника печки за счет этого открывается или закрывается Также вакуум отстреливает В тот ресивер, который находится под Вот этим кожухом, там где заслонка рециркуляции И с помощью этого приводится привод Самой заслонки Она закрывается, открывается Все, здесь в принципе больше ничего так-то и нет Что касается вакуумной системы Да, вот это, по крайней мере, насколько я все это изучил Потому что я сейчас реально готовлюсь к съемкам выпуска Про вакуум, вообще про устройство подкапотного пространства И много чего такого изучаю Вот, поэтому Даже вот специально по этому поводу езжу к ребятам И к ним У них узнаю там, что как устроено Для того, чтобы просто снять полноценный выпуск Сейчас единственное, съемки этого выпуска откладываются Почему? Потому что я начал снимать его Но потом начинаю смотреть Я понимаю, блин Надо будет дождаться, во-первых, нормальной погоды Во-вторых, сгонять и помыть подкапотное пространство Чтобы не грязное вот это все, чтобы вы смотрели А все чистое, как с салона было вот это все То есть, видите, уже все запылилось Надо все это просто отмыть Вот, и более-менее уже все это снять красиво Чтобы у вас картинка была Вот, и тогда уже приступим К изучению подкапотного пространства В том числе, кстати говоря, там же я опять же озвучу вакуумную систему Да, покажу вот именно устройство Чтобы, пусть даже это дублируется у меня на канале Но, тем не менее, зато люди будут точно и хорошо все знать Вот, про эти системы Потому что я вас понимаю, ребята Я тоже вот, когда читаю схемы с интернета Мне присылают А там, посмотри, как по схеме подключать Ну и что? Ну, посмотрел от схемы, вышел Открыл капот И что-то я понимаю, что я нифига не понял Вот, а здесь так более-менее все наглядно и понятно Вот, по сути, здесь самое главное в вакуумной системе Это запомнить, что Три трубки подключаются к гидроссельным узел Вот они И еще так же у нас, вот видите, вот там вот Подключается основная, так сказать, вакуумная магистраль Которая идет к усилителю тормозов Вот она Бежит от ресивера И вот она начинается здесь Которую я ничайно тогда надломал Вот, ну это мы исправили И вот эти вот ответвления Первое, второе идет В принципе, так-то здесь особо больше сказать-то и нечего Вот, так же, кстати говоря, следите Чтобы у вас вот здесь подсоса воздуха не было Часто такое я видел Что вот люди открывают капот Отглушают двигатель И у них здесь начинает что-то шипеть То есть это значит, что небольшая разгерметизированность идет Из вакуумного усилителя Поэтому за этим тоже следите Это тоже лишний подсос воздуха нафиг он нужен Вот, ну в остальном Омега поживает в принципе пока нормально Вот, единственное у меня вот неприятность тут случилась Что-то с колесом стало происходить Короче, оно начало спускать Я его качаю Потом где-то оно стоит И прям видно оно спускаться начинает Ну вот, так что, блин Уже все жду, когда я на новые диски перейду Видите, машина уже прям вся уныла Вот, блин, домкрат туда будет не подкатить Но надо будет сначала его накачать Потому что будем менять уже очень скоро диски Ставить нормальные Ну вот, так что вот так вот О, кстати, видишь, солнце появляется Погода даже становится лучше Как говорится, все озаряет Чтобы я вам что-то показал Но с вакуумной системой, я надеюсь, вы разобрались Это вот основные такие моменты По подключению этой системы Здесь, говорю, ничего сложного нет Вот, просто говорю Когда смотришь схему в интернете Конечно, можно запутаться Так не кисло Там все так сложно показано И это все как-то отталкивает, что ли Вот, ну как-то так Ладно, ребята Всем счастливо Ждите дальнейших видео Скоро, опять же, там будет Еще контент Кстати говоря, да Я тут съездил к Черному Фениксу Вот, и там тоже кое-чем и подсняли Там ознакомление Что он там проделал Вот Так что ждите И до скорых встреч Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому